Считается, что скорость света изобрел Эйнштейн. Под словом «изобрел» понимается не то, что он ее измерил опытным путем, а не то, что он его вычислил, а просто вот взял и изобрел. То есть взял значение с потолка, и мы стали его видеть таким, какой мы привыкли его, собственно, знать во всех таблицах. Но я думаю, будет полезно и интересно узнать, что на самом деле скорость света интересовала физиков задолго до Эйнштейна, и что это значение всегда вызывало, ну скажем так, огромный интерес со стороны науки. Меня, как и раньше, зовут Юрий Трифонов, и сегодня мы попробуем выяснить, откуда Эйнштейн взял скорость света, почему скорость света такая, какая она есть, ну и поговорим о важности этого понятия для физики. Обязательно смотрите ролик до конца, подпишитесь, если еще не подписались, ну и переходим к теме. Если вы вспомните мифологию Древнего Египта, то там было такое противостояние Солнца и Тьмы, и каждый раз, когда Солнце всходило на небе, считалось, что вроде как опять Бог Солнца одержал победу и подарил миру еще один день. Понятие света остается для физики таким же важным, каким оно было важно и для мифологии того времени. И, в принципе, изначально скорость света рассматривалась как что-то абсолютно бесконечное. Считалось, что у скорости света нет никакого предела. Ученые даже не пытались измерить скорость света, подразумевая, что это самый быстрый и мгновенный, внимание на слово, мгновенный процесс во Вселенной. Когда физики начали изучать, скажем так, вот эти вот явления более глубоко, появилась некоторая тень сомнения о том, что скорость света все-таки является значением ограниченным. Одним из первых скорость света измерил Галилео Галилей, или, правильно сказать, попытался измерить скорость света. Этот ученый, этот физик вообще сделал для науки очень многое, и, к сожалению, постоянно за это преследовался. И одним из первых опытов по измерению скорости света с его стороны была попытка просто непосредственно замерить качественно эту скорость света. Для того, чтобы это сделать, он взял помощника, дал ему фонарь и взял фонарь сам. Помощник отправил далеко на какую-то гору в поле видимости и сам стоял с фонарем. Идея была простая. Когда помощник по сигналу открывает фонарик, Галилео включает таймер, секундомер, и, конечно, там секундомера, таймера не было, засекает время тем способом, которое было возможно использовать на этот момент. И, зная расстояние, он вычисляет скорость света простым опытным путем. Но когда Галилео собрал необходимые данные и попробовал эти данные как-то объединить и обсчитать, получилось, что скорость света таким образом высчитать невозможно. К сожалению, в этом случае опыт Галилео не удался, но Галилео в очередной раз сказал совершенно революционную вещь. Скорость света – параметр ограниченный. К сожалению, идеи Галилео-Галилея не доходили до современников и жестко цензурировались. И, к большому же сожалению, общественность, научная общественность, мысли о конечной скорости света, ну, скажем так, рационально на тот момент не изучила. Но уже значительно позже, в 1670-х годах, астроном Али Ремер обнаружил, что скорость света, скорее всего, тоже имеет некоторый предел. Вывод он это сделал при изучении спутников Юпитера. Оказалось, что банально, если Земля находится по расчетам ближе к Юпитеру, то затмение происходит раньше, чем если Земля находится от него дальше. И, исходя из этого, Ремер предположил, что скорость света все-таки ограничена, имеет какое-то конечное значение. Благодаря этим предположениям мысли о конечной скорости света глубоко засел в научных умах, и свет начал терять вот эту вот мифологическую обрисовку, а воспринимался уже наукой как некоторая измеряемая конечная единица, ну, скажем так, природы. В 1850-х годах был проведен, наверное, один из самых известных опытов по измерению скорости света, который вы наверняка видели и в учебниках. Это опыт ФИЗО. Он был построен очень простым образом. Был расположен источник света, дальше располагалось зубчатое колесо и отражающий экран. Для того, чтобы измерить скорость света, достаточно было просто измерить то расстояние, которое проходил свет, и обнаружить эти вот, ну, как бы это назвать, вспышки от колеса на экране. Возникал главный вопрос. А будет ли скорость света в одну сторону соответствовать скорости света в другую сторону? Эта идея очень долго обсасывалась. На базе этой идеи начали эфиристы свои мысли толкать. И в 1920-м, кажется, году был проведен один из самых знаменитых экспериментов по измерению скорости света и эксперимент Микрессона Морли. С одной стороны, этот эксперимент должен был подтвердить или опровергнуть наличие эфира, а с другой стороны, он должен был обнаружить еще и скорость света измеряемо. Предполагалось, что при наличии светоносного эфира свет по направлению вращения планеты будет двигаться быстрее, а против направления будет двигаться медленнее. И тут мы оказываемся на такой болотистой вязкой почве, потому что сам эксперимент Микрессона Морли, согласно информации того времени, не показал, что какой-либо эфир есть, и не показал, что свет в одной из сторон движется быстрее или медленнее. Но последователи, которые впоследствии даже сейчас порой собирают такие установки и чуть ли не в подвалах жилых домов, говорят, что на самом деле эксперимент Микрессона Морли должен показывать, что существует вроде как некоторая среда, которая вместе с Землей вращается, и вроде как направление этой среды влияет на скорость света. Сюда мы сейчас лезть не будем, мы сейчас говорим о скорости света, которая вроде как является табличным значением. Одним из постулатов, грубо говоря, теории относительности являлась интересное восприятие пространства, да еще и времени. И вот тут внимание, если вы помните, пространство со временем всегда было некоторой спорной сущностью. Про пространство мы это вообще говорили, есть отдельный ролик, посмотрите, где-нибудь ссылку на него оставлю. И про время, мы, кстати говоря, тоже говорили, это уже есть отдельный ролик, и тоже ссылку где-нибудь оставлю. Но суть сейчас не в том. Суть в том, что пространство это очень интересная штука, обладающая измерениями. В нашем случае было предположено, что в пространстве есть три измерения. Эйнштейн увязал эти пространственные измерения со временем. Всегда воспринималось, что пространство и время это знаменитые 3 плюс 1, где есть метрики чисто такие линейные, то есть, которые можно измерить линейкой наши вот эти вот объемы, длина, ширина, высота, или как они там называются, ну, вы все поняли. И есть измерение, метрика временная, которая связана именно со временем, которое может значить секундомера. Все идеи Эйнштейна связаны всегда были с тем, что тела так или иначе двигаются, и это порождает и гравитацию, и много чего еще, и искажает пространство, и много чего плохого делает. Нужно было как-то понять, как пространство со временем взаимодействует. И вот тут Эйнштейн подумал, что, скорее всего, правильно будет привязать это к скорости света. В общем-то, скорость света стала для Эйнштейна той самой субстанцией, которая одинаково существует и в пространстве, и во времени. И именно поэтому скорость света для Эйнштейна стала, наверное, главной константой, потому что он посредством скорости света вывязал пространственную временную континуум. Пространство связано со временем в последствии скорости света. И вот эти вот все знаменитые формулы, которые вы знаете, вы наверняка видите в них скорость света. Почему? Потому что скорость света это единственная, как считал Эйнштейн, величина, единственный коэффициент, который может быть конкретным, однозначным и ни от чего не зависящим. Собственно, эта идея была развита впоследствии, появились парковские величины, которые рассчитаны на базе изучения скорости света, на базе значения скорости света, появились проще какие-то значения, появились знаменитые преобразования Лоренца, которые строятся на том, что все измерения отталкиваются от скорости света. И вот так вот вообще скорость света стала одним из главных параметров физики. Но эту глобальную скорость света Эйнштейн не взял с потолка, он взял ее из уравнений Максвелла. И про уравнение Максвелла будет обязательно отдельный ролик, потому что один из уважаемых подписчиков очень щедро поддержал проект и попросил про это рассказать. Вот настоящий ролик является некоторым таким прологом к тому, что рано или поздно появится ролик про уравнение Максвелла. И вот тут уравнения Максвелла являются буквально базовой единицей для того, чтобы вытащить эту скорость света. А у Максвелла все было тоже очень забавно, давайте мы об этом поговорим. Исходя из его же системы уравнений, электрические и магнитные природы в реальном мире взаимосвязаны. И есть некоторое электромагнитное поле, что электричество, грубо говоря, сейчас прощаем, неизменно приводит к магнетизму, а магнетизм неизменно приводит к электричеству. Ну да, хорошо, Максвелл все это посчитал, циферку эту обнаружил и писал, а потом увидел, что скорость распространения электромагнитных волн соответствует расчетной скорости света, которую на тот момент уже посчитали. Это могло значить только одно, что скорость света соответствует скорости распространения энергии в среде. Следует еще один очень важный и фундаментальный для того момента и для всей физики вывод. Скорость света соответствует скорости распространения электромагнитных колебаний, а значит свет и есть электромагнитная волна. Именно тогда появились мысли о том, что свет это не просто поток частиц, как когда-то думал Ньютон, а свет это электромагнитная волна, обладающая энергией. А если все это переводить к тому, что мы имеем уже сейчас в физике, свет это и есть энергия. А поскольку свет это энергия, скорость света и скорость электромагнитного распространения и есть та базовая единица, от которой можно оттолкнуться. Собственно, в теории Максвелл про это рассуждал в некоторых своих заметках. Но слаженной идеей так и не стало. Но зато эту идею очень хорошо подхватил именно что Эйнштейн. Поскольку Эйнштейн очень много думал о взаимосвязи пространства и времени и вообще о устройстве того пространства, которое у нас существует. Конечно же он заинтересовался идеями Максвелла. Конечно же он взял идею того, что свет это энергия и что любая электромагнитная волна есть энергия. И эту идею довел до совершенства. По некоторой логике Эйнштейна вся материя это энергия. И вот эта вот великолепная, если вы помните, формула Е равняется МС квадрат, грубо говоря, подразумевает вот это вот. Что любую материю можно превратить в энергию. Тут стоит тоже про это объемно рассказать. Не стоит доходить до крайности и думать, что все так просто. Это вот не такой прямой пересчет. Но так или иначе материя все-таки является энергией. И поскольку материя является энергией, скорость распространения этой энергии в пространстве является одним из базовых параметров, который будет работать во всех измерениях. Начиная от временного и окончая вот этими вот нашими тремя стандартными геометрическими измерениями. Так и получилось, что Эйнштейн заинтересовался скоростью света и включил ее во все расчеты. Логика того, почему именно скорость света, почему именно она так интересна для всех, строится на том, что вроде как по прогрессивным представлениям современной физики и зачатка этих представлений в моменты жизни Макса Эйнштейна, любая материя, есть энергия, которая выстроилась согласно матрице. Ну, здесь мы, конечно, переходим опять к теории симуляции в какой-то степени, но я здесь прошу не обращать внимания на эти слова очень досконально и не придираться к тому, что мы опять пересекаемся с виртуальным миром, а посмотреть именно на физическую теорию. А согласно физической теории у нас и получается, что мы в некотором роде симуляции, потому что энергия распространяется по пространству согласно математическим законам, а скорость распространения этой энергии в виде скорости света является базовым значением для всего окружающего мира. И вот именно так скорость света стала тем, чем она является сегодня. Что же, теперь вы знаете, что Эйнштейн не взял с потолка скорость света, она была получена экспериментально, она была вычислена. К слову, современные измерения показали, что вычислена, она была правильная, с небольшой долей погрешности. Вы узнали, что скорость света для всей физики долгое время была важнейшим параметром, и физики времен Галилео, Галилея уже, видимо, предполагали, что где-то тут кроется что-то очень интересное, и на уровне чутья это осознавали, поэтому интересовались вопросом скорости света. Ну, а еще вы узнали, что скорость света это тот самый пространственно-временной клей, который объединяет материю, энергию и пространство-время. Именно поэтому, как мы выяснили, это одно из самых важных понятий современной физики. Ну и всем спасибо за внимание, следите за обновлениями, до новых встреч, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok